всем добрый день и сегодня мы приехали в чудесный город пушкин и этот молодой человек жил здесь один год поэтому он не будет проводить экскурсию что вы скажете о городе пушкин я здесь ничего не в казарме в этом городе это еще раз повторю что это низкорослый город в котором средняя часть населения большая доля населения занимают именно пенсионеры потому что действительно один из лучших городов для пенсии дальше я больше ничего не знаю про пушкин хорошо сегодня исправим это и наконец-то посмотрим хоть какие-то достопримечательности а мы сейчас едем в екатерининский парк где мы зайдем в екатерининский дворец и посмотрим знаменитую янтарную комнату слева я так понимаю екатерининский парк ну и зимой конечно не очень красиво но кассы и мы стоим пока что последний в очереди в общем простояли мы практически всю очередь и потом додумались зайти на сайт и оказывается можно было оплатить пушкинской картой вот так вот выглядит екатерининский дворец вот такие вот все в колоннах красивый голубой цвет и наоборот очень классно что все вокруг закрыто и потому что это повод чтобы вернуться увидеть все это в зеленом цвете и открытым мы сказали надеть пахилки вот такой вот непонятный наушник ради приемник и мы идем на экскурсию дворец внутри ничуть не хуже чем снаружи все красиво украшено единственное что на самом деле это все восстановленное но многие залы и комнаты которые нам не показывают так и остались невосстановленными кстати самая первая оригинальная интерна комната была украдена и поэтому эта комната также восстановлена а это вот царско-сельский лицей в котором 6 лет учился пушкин и здесь он обрел своих друзей на всю жизнь мы решили пока что туда не идти но если будет время то мы сходим а пока идем в Александровский парк думаю здесь очень и очень красиво потому что посмотрите сколько тут мостов все наверно в каналах мы сейчас идем в китайскую деревню которая находится в Александровском парке вот это вот Александровский парк а вот здесь уже начинается Екатеринский дворец очень симпатично выглядит ну нет это же не так вот китайский мост большой китайский мост и сейчас мы идем в китайскую деревню к сожалению китайская деревня также закрыта только все филиалы в Екатерининском дворце но я вижу там еще одно какое-то здание в китайском стиле пойдем посмотрим к сожалению как и все остальное это здание закрыто надеюсь мы сможем посмотреть эти филиалы летом весной когда они будут открыты вот такой вот дикий вес находится посреди Пушкина даже в ресторан который мы хотели пойти он тоже закрыт вот мы нагулялись замерзли особо ничего много всего не успели посмотреть и сейчас зашли покушать в ресторан русской кухни сейчас я покажу и вот в таком стиле он выбыл все мы уже вернулись домой хорошо провели день погуляли единственное что много что было закрыто поэтому мало что увидели и это будет повод вернуться весной летом в этом году и досмотреть весь Пушкин которого мы не увидели последний Продолжение следует...